А что у тебя с лицом? Оно у тебя такое одухтворенное А ты знаешь, Коля, меня весна вдохновила на стихи Вот послушай Гонимы вишними лучами С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга А ты знаешь, что все-таки Замечательные стихи Писал в свое время Александр Сергеевич Кушкин Как Кушкин? Это же Евгений Анигин Седьмая глава А я тут думаю, что же мне так легко пишется Ты не переживай, твой звездный час Он скоро настанет А пока давай прогуляемся По замечательной улице нашего города Ну что ж, присоединяйтесь к нам И узнавайте больше о городе, в котором живете Мог бы помолчать Пушкин, Пушкин Городская суета Она такая стремительная, что иногда Даже вот в людском бурлящем потоке Чувствуешь одиночество В Могилеве эту проблему решили Если у вас нет времени на знакомство И общение Загляните в антикафе-чердак На вечер быстрых свиданий Вечер быстрых свиданий Или спид-дейтинг Явление для нас новое Пришедшая с запада Форма быстрого общения Для занятых людей Сегодня особенно актуальна Для тех, кто хочет успеть все и сразу Это такой новый формат Быстрых знакомств Когда можно за короткий промежуток времени Познакомиться с большим количеством людей И мы его рекламируем Как формат не только романтических знакомств Но как просто формат Найти общих друзей То есть расширить круг знакомств Таких пар во всем Могилеве Сыскалось 11 На знакомство 7 минут Далее обмен партнерами Привело к пониманию Что курение-то вредно Я на самом деле человек романтический Она охотничая, но боится дождя Может с тобой что-то домашнее? Может быть Ну что, работаю, да Пролетали в обственную труду Как вы решили заполнить анкету и прийти сюда? Совершенно спонтанно Более того, я даже причину выдумывал Чтобы сюда прийти Первый раз было немножко так волнительно Как и так думаешь, что говорить А сейчас уже общение такое более на дружеской ноте Одна девушка делает ремонт в трехкомнатной квартире Ну это просто фантастика Я ей рекомендовал бы поможем муж Молдаванин Чтобы он помогал вам делать ремонт Гораздо быстрее и эффективнее Она нет, говорит, одна справлюсь Такой уникальный шанс за 5-7 минут Просто по каким-то верхам побегать И успеть захватить какую-то самую истинную информацию Самую важную И возможно после этого можно найти какие-то общие интересы И общая симпатия, скажем так А вот знакомство Натальи и Александра Хоть и было довольно традиционным Закончилось вполне в духе времени Неожиданным предложением руки и сердца Все на том же спид-дейтинге Солнышко мое, любимое мое Я тебя очень сильно люблю Выходи за меня замуж Сегодня, когда на общении нет времени Когда прикосновение руки заменяется лайком под фото Молодые люди так же, каких родителей Жаждут живого общения Пусть даже такого короткого С надеждой на продолжение Я никогда ни с кем не знакомился в театре Но я лелею эту надежду Ты можешь кататься на велосипеде Пересечься на светофоре где-то с человеком Просто важно искреннее намерение общаться И искреннее намерение проявлять себя каким-то образом Поэтому концерты Поэтому любые какие-то живые встречи Я думаю, это случайность И может быть в любом месте встретить пару Можно здесь, на улице, в кино Масса мест И я просто думаю, что нужно быть немножко более активным А не сидеть дома и ждать, что тебя постучат И скажут, вот я, вот я принц пришел Ты должен просто встретить девушку И внутри почувствовать, что она твоя девушка То есть я хочу сказать, в принципе Мне даже было не то, что было Мне было очень сложно завоевывать Наташу Но в то же время было очень приятно Но я уже чувствовал, что это моя девушка Ну, на интуицию просто Все тянет Ты почувствовал, так и все Невероятно, но факт У деревьев тоже могут быть имена По крайней мере, к некоторым из них Именно по именам Обращается наш старый знакомый Журналист Евгений Булава Почти полтора десятка городских платанов, ясений и дубов Он назвал в честь своих друзей-молодости Ушедших друзей И, кстати, эти исполины могут много рассказать Ну, опять же, вот это Василий Вот это его первое дерево Вот это Геннадий Вот это второе дерево Вот здесь вот Теперь я покажу Колю Вася, Гена, Коля Музыканты, творцы, лучшие друзья В память о них еще долгие годы будут хранить эти деревья Мне захотелось каким-то образом вернуть себе этих друзей Которые умерли 5-10 лет назад Два года три Мне пришло мыть в голову А почему не дать имя своего умершего друга Дереву, да? Вот дереву в Могилеве В городе, в котором он жил В котором мой друг рос Творил Это, пожалуй, самый душевный проект Евгения Булавы В который вписаны личные истории о городе, горожанах и молодости Это дерево Васи Мака Опять же, позволю себе такую вольность То есть я даже не назову фамилию Это был Вася Мак Он так Мянушка Да Фамилия его была Овчинников Да Это не заслуженные люди Это не какие-то высокие мастера Чины Чины, да Это просто мегилевчане Которые здесь жили Которые, может быть, каким-то образом влияли на субкультуру Субкультура влияла на них Они просто жили И их теперь нет И я думаю, что дерево не пострадает Если оно еще лет 30 Будет называться вот таким вот именем К примеру Казалось бы, Блаша, а не идея Но нежно не попытаться остановить время Когда свободная музыка звучала в свободных сердцах Когда людей объединяли высокие идеалы Когда многое было искренним и настоящим Самое интересное, что давая имя Этому дереву своего друга Николая Клишевича Я даже называю его фамилию Я как-то даже не выяснил до конца еще Что за порода этого дерева И спрашивая у прохожих Они тоже говорят Да мы не знаем Ну я говорю, ну вы теперь будете знать Что это дерево Коли Клишевича Они улыбнулись и говорили А кто такой Коли Клишевич? А кто такой Коли Клишевич? Кто это такой? А я просто сказал Это просто мой друг Это тот человек У которого я, к примеру, учился Да, не побоюсь этого слова Учился юмору Учился остроумии Учился философскому взгляду на жизнь И вот когда его опять же не стало Я не колеблюсь Вот увидев это дерево И зная, что оно существует Такой я Назвал его именем Николая Клишевича И хоть сейчас эта частная история Дело давно минувших дней Есть у Евгения мечта Собрать всех родственников Тех, чьи имена теперь носят городские деревья И задать настоящего рок-н-ролла Как раньше Он еще и поет Причем на английском Чемпион мира по радиотелеграфированию Андрей Бендасов Недавно стал солистом музыкальной группы Ну действительно говорят Талантливый человек Талантлив во всем Для человека нет ничего невозможного Это с легкостью доказывает Чемпион мира по скоростной радиотелеграфии Андрей Бендасов Старший тренер национальной сборной Открыл новое для себя увлечение Музыку Как итог Появление на могилевской сцене Новой рок-группы Группа наша называется Love Labor Zone Что в переводе с английского означает Рабочая зона любви Такое вот Оригинальное название выбрали Ну наверное больше потому Что основная тематика песен Это естественно О самом главном нашем чувстве Которое нам помогает жить В какой-то момент музыка начала рождаться сама Но тут же забывалось Появилась идея закрепить ее на бумаге Любопытно то, что тексты песен Исключительно на английском языке Здесь сейчас мы работаем Исключительно над англоязычным проектом И собираемся записать альбом На английском языке Поскольку именно вот в этом направлении Получаются почему-то вот Английские песни мне писать больше Андрей пока считает себя любителем А вот команда музыкантов Профессионалы Все уже со стажем игры в других группах И арсеналом живых выступлений на сцене Подбором коллектива занимался брат Андрея Александр Это все занимался Александр Он в сфере в этой всю жизнь Можно сказать профессионал С большой буквы И в принципе нашел Хороших талантливых ребят Вот и девчонка клавишница Юля Сама озевела желание Услышав материал Участвовать в нашем проекте Жора от Холодцова Ритм гитара и гитара Все партии гитарный пропистон Очень хороший гитарист И я думаю Все должно быть хорошо В этом плане Хоть играют музыканты только четвертый месяц Но признаются, что уже друг к другу привыкли И никаких изменений в составе не планируют Как и все хотят показать свое творчество Широкой публике И получить признание Но главное, что всех их объединяет Не жажда славы, а любовь к музыке Замечательно работает У нас как бы общие интересы, общие цели Не первый год Не первый год, да Мы вот с ребятами С разных В одном коллективе играли тоже Годика три вместе до этого Так что все нормально У нас времени не понадобилось на притирку какую-то Поэтому как бы и бурлит процесс, кипит У каждого своя роль Андрей Бендасов пишет тексты, музыку и солирует А вот аранжировки – работа командная Материала много, как и планов Мы реалисты Мы ставим определенные планы Например, в этом году мы хотим выпустить альбом Сделать презентацию Записать клип И кто сказал, что спорт и музыка – понятия совершенно разные Смотря какой спорт Радиотелеграфия прекрасно развивает слух и чувство ритма Опять же, и в музыку, и в спорт нужно вложить много сил и времени Музыканты собираются по два-три раза в неделю Полагая, есть где Руководство Могилевской школы ДСАФ предоставило им помещение для репетиций Так что, возможно, уже совсем скоро Новая рок-группа раскачает танцпол и клубов И концертные залы Дворуси Ир, ты знаешь, что мы много гуляем с тобой по улицам замечательного нашего города И я все больше и больше убеждаюсь О городе рассказать можно много Но рассказать все невозможно А это, Коля, значит, что детям асфальта есть к чему стремиться и куда расти Ты предлагаешь в шейфе Это было тебе, да Ну что же, назначаю вам встречу уже на следующей неделе в четверг на замечательных улицах нашего города Ну, а если у вас есть городские истории, мы ждем их по адресу Город Могилев, улица Первого Майская, 83, телефонной студии 2215-83-2290-70 И не забывайте о нашем сайте tvrmogiliev.by Заходите в гостевую, оставляйте свои новости И до встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok